Ну, получается, что вот эта сеточка, для чего предназначена? Чтобы так вот одеть. Алия работает экономистом по специальности художник по дереву, а шитьё её – давнее хобби ещё с советских времён. Благодаря этому всегда выглядело эффектно и модно, даже когда прилавки магазинов были пусты. Комбинезончики в то время, юбочки, кофточки. Ну, нормально так. Не боялась. Сначала мамину машинку ломала, потом я научилась её ремонтировать. Кофточками и юбочками дело не обходилось. Шьёт она и вот такие креативные сумки, сама же их и расписывает. Собиралась по-серьёзному заняться куклами, но объявили мобилизацию. По всей стране стали появляться группы помощи нашим бойцам, в том числе и по пошиву армейского снаряжения, изделий для госпиталей. Алия подписалась на несколько таких сообществ в социальных сетях. «Посмотрела, думаю, а что я могу пошить? Думаю, ну ладно, там запросы же от ребят. Перчатки, думаю, ну попробуй перчатки. Там они же и флисовые кофты шьют, все выклики бесплатные там даются. А всё, что хочешь вот шить, в принципе, можно найти там». Начинались с трёхпалых перчаток. Тогда даже они казались довольно сложными. Потом, что называется, набили руку. На фронт отправили не менее 500 пар. Снуты и балаклавы шьются легко и быстро. А вот подгранатники требуют подготовки. «Вот такие вот подгранатники. Попробовала шить, получилось. Всё, вот образец есть. Специальное тут крепление молли. Изучаешь тоже это военное снаряжение, как оно, как застёгивается. Вот, получается, тут замочки». Алия отвела под своё ремесло отдельную комнату. Здесь у неё целая мини-фабрика и хранение готовых изделий. Научилась шить практически всё, что может пригодиться солдату. Дождевики, плащ-палатки, чехлы для турникетов, так называется кровоостанавливающий жгут, подшлемники, пояса и сумки. Одно из самых сложных и трудоёмких изделий – маскировочный халат. «Ну, так решили не густо, вот, получается, с таким расстоянием пришивать. А издалека он вообще как мишка смотрится». Для маски-халата нужны не только сетка и множество разноцветных лоскутков ткани, но и джут – это распущенная на отдельные нити мешковина. Раньше у Алии уходило не меньше двух недель на пошив одного такого изделия. Но теперь у неё есть помощники, которые делают заготовки. И скорость увеличилась раза в четыре. Женщина учитывает все тонкости, старается сделать одежду максимально удобной для военных условий. Армирует капюшон, он должен держать форму, и обшивает его флисом, чтобы не натирал шею. Местные мурпехи недавно провели испытания одежды в спортзале и остались довольны. «Чем ещё хорош вот этот маскировод, то что тут есть доступ к внутреннему бронежилету или ещё куда. Вот видите, какие карманы большие, да, хорошие. Также и на штанах есть боковые, вот такие тоже разрезы, и спереди. И тут сбоку». Альяне считает себя каким-то суперпатриотом. Тем не менее, что-то заставляет женщину ежедневно после работы садиться за швейную машинку. А выходные она практически полностью посвящает этому делу. Важно, что все, кто знает об этой помощи фронту, её поддерживают. Фронт. Фронт.